Здравствуйте, дорогие коллеги! Тема моей второй лекции курса избранных вопросов гематологии инфекции вирусами Эпштейна-Бар и цитомегаловирусом. Вокруг этих вирусов циркулирует немыслимое количество слухов и всевозможных поверьей. Поэтому я надеюсь, что тема моего выступления актуальна. В этой лекции будут тоже две части. И часть первая будет посвящена инфекцию цитомегаловирусом. Повторюсь, что мое сообщение предназначено только для работников здравоохранения. Ну а если меня смотрят пациенты, еще раз повторю, что все лечение должно быть всегда назначено только лечащим врачом. Итак, цитомегаловирусная инфекция. Мы поговорим кратко о патогенезе, о группах риска, кому актуально это заболевание, о клинических проявлениях, о диагностике и терапии. Общая информация. Цитомегаловирус относится к герпесу пятого типа. И он входит в группу торч-инфекции. То есть он может вызвать нитроутробные заражения. Носительство до 100% населения Земли. То есть, в общем-то, мы с ним все в той или иной мере встречались и можем спокойно существовать, не мешая друг другу. Источник CMV – это больной человек или вирусоноситель. Ну и цитомегаловирус очень хорошо передается. Кровоконтактным, демотрансфузионным, транспланцентарным способом. Также через руки медпрофессионалом, ну естественно, плавовым путем. Но для кого вообще актуальна цитомегаловирусная инфекция? Дело в том, что наш иммунитет спокойно держит CMV под контролем. Но естественно, что если у пациента иммунитет поврежден, снижен, а это в первую очередь больные с ВИЧ-инфекцией, нелеченной ВИЧ-инфекцией, либо это рецепиенты донорских органов и тканей, то для них цитомегаловирус может представлять определенную опасность. Поэтому основные усилия врачебного сообщества направлены именно для лечения CMV у этой группы пациентов. Также сейчас все чаще, все больше лекарств появляется исключительно эффективных, и пациенты, тяжелые пациенты с тяжелыми заболеваниями получили новую надежду и новый шанс на жизнь. Но, правда, иногда эти препараты тоже могут приводить к тяжелому нарушению иммунитета на какое-то время, и где тоже может развиться тяжелая CMV-инфекция. В частности, это алемтузумаб, препарат, который влияет на токлеточное звено иммунитета, антитемоцитарный глобулин и доволисип и другие. Но справедливости ради стоит сказать, что в основном эти пациенты наблюдаются в специализированных центрах, где процитомегаловирусную инфекцию очень хорошо знают. Ну и кроме того, есть отдельные, тем не менее, есть редкие описания пациентов, которые в течение длительного времени, находясь, например, в реанимационном отделении, балансируя между жизнью и смертью, в течение нескольких недель, получая различную терапию, в них тоже иногда описаны случаи цитомегаловирусной инфекции. Хотя, повторюсь, это бывает очень и очень редко. Основные группы риска, основные люди, кто болеют, это пациенты с ВИЧ, нелечные, и реципиенты донорских органов тканей. Цитомегаловирус – это системное заболевание, которое может в той или иной степени поражать или не поражать органы мишени. Есть два состояния, где органы мишени не поражаются – это CMV-синдром и мононуклеозоподобный синдром. Ну, а если органы мишени поражаются, то может возникнуть энцефалит, поражение глаз, воспаление легких, пневмония, или поражение желудочно-кишечного тракта, или даже мочевого пузыря. Поговорим об этих клинических проявлениях отдельно. Мононуклеозоподобный синдром – это вариант течения CMV-инфекции у здоровых людей. Здесь очень важно, что он именно у здоровых, поскольку здесь иммунитет сам справится, и никаких отдельных мероприятий предпринимать не надо. Эти пациенты часто обращаются с недомоганием, легким субфибрилитетом, с умеренной панцидопенией, с увеличением печени и селезенки, с небольшим цитолизом холестазом, но обычно не больше пяти верхних границ норм, с умеренной шейной лимфоденопатией, с краснушной сыпью. Но у таких пациентов пробы на инфекционный мононуклеоз антитела к раннему, к капсидному, ИГМ, антигенную эпштейнопаравирусу отрицательно, а вот сервологические или даже ПЦР-пробы на CMV положительны. Это и называется мононуклеозоподобный синдром. Он может развиваться при внезапном перемене климата или у сотрудников детских учреждений, где много болеющих детей, которые впервые в своей жизни переносят манифестную такую CMV тоже в легкой форме, и где тоже человек может повторно, особенно возможно, если какая-то предрасположенность не идентифицированная, может тоже переболеть повторно таким вариантом CMV-инфекции. Но, еще раз говорю, здесь важно понимать, что он сам проходит. Недавно на прием пришла молодая женщина, которая в течение многих лет жила в Соединенных Штатах Америки, а сейчас вернулась в Россию. У нее тоже были жалобы на небольшую слабость, и в анализе крови обращал внимание именно небольшой цитолиз, буквально минимальная цитопения, тромбоциты 110, лейкоциты 3, гемоглобин 110, вот все очень такое эфемерное. И по УЗИ небольшое увеличение печени и семейзенки. У нее пришел тоже положительный ЭГМ к CMV, а к Эпштенбару все пробы были отрицательны. Но тоже, когда она через месяц пришла, то у нее все это регрессировало самостоятельно, без каких-либо воздействий. CMV-синдром. А вот это уже вариант системного CMV-инфекции. Он как раз актуален у иммунокомпрометированных пациентов. И вот он протекает значительно тяжелее, чем у нуклеозоподобных синдром. И здесь пациенты беспокоят длительные фибрильные лихорадки, уже серьезные цитопении, то есть снижение травмоцитов меньше 100, снижение нитрофилов, лимфоцитов, недомогание, обязательно выявляется копийность цитомигаловируса в крови. Но органных поражений на момент обращения у пациентов пока нет. Если пациента не лечить, то возможно потом они возникнут. Но пока можно ставить диагноз CMV-синдром. Это тяжелое состояние, потенциально жизнеугрожающее, если его не лечить. Другое тяжелое проявление это CMV-энтероколит. И таких пациентов в структуре цитомигаловирусной инфекции примерно 30%. При этом в основном поражается толстый кишечник. Клинически эти пациенты жалуются на боли в животе, диарею, тошноту, недомоганию, недомогание. Причем диарея часто с кровью. Причем опять же, если у пациента трудно взять под контроль цитомигаловирус или ВИЧ-инфекцию, то это может быть тяжелый энтероколит геморрагически со значительной кровопотерью. Могут терять 1-2 литра крови через толстый кишечник. И эндоскопически доктора видят язвенное поражение. Причем варианты, возможно, достаточно разные. Это могут быть продольные язвы, циркулярные, с фибрином. В общем, достаточно много вариантов изменений. Но о чем нужно помнить всегда? То, что ЦМВ-энтероколит может сосуществовать с другими патогенами. Поэтому, если у пациента все настолько тяжело, что дошло до ЦМВ поражение желудочно-кишечного тракта, то обязательно необходимо исключать и другие патогены. Это микотическая, бактериальная, кастрадиальная, флора или еще что-то. Еще варианты течения это ЦМВ-гепатит, который похож на мунуклеозоподобный синдром, но с большей выживанностью желтухи христа и цитолиза. Хотя, правда, ЦМВ-гепатит очень редко тяжело, если это изолированное проявление ЦМВ-инфекции. И печеночная недостаточность у таких больных развивается редко. Как и ЦМВ-панкреатит. Тоже, как правило, он сопровождает генерализованную ЦМВ-инфекцию у 10% пациентов. Ну и тоже проявляется в первую очередь диспанкреатизмом. Поражение глаз. Вот это тоже большая проблема для таких пациентов, поскольку противовирусная терапия здесь работает довольно плохо. И таких пациентов и из всех пациентов с ретинитом у 15% примерно пациентов это дебют ВИЧ-инфекции. То есть так проявляется это заболевание в самом начале, когда пациенты еще не лечены. Такие пациенты жалуются на темные пятна перед глазами, на снижение остроты и сужение полей зрения. А если офтермолог смотрит и следует глазное дно, то они видят так называемое типичное изменение творог с кетчупом. К сожалению, терапия достаточно мало успешная и многие пациенты в течение полугода слепнут. Ну и еще одно тяжелое проявление ЦМВ-инфекции это ЦМВ-пневмония. Здесь симптомы не специфичны. Пациенты беспокоят даже лихорадка, кашель, одышка, недомогание. Но тут опять же стоит сказать, что если у пациента мы дошли до исследования ЦМВ, исключения ЦМВ-пневмонии, то обязательно нужно помнить, что у таких больных могут быть и другие причины поражения легких, в том числе комбинированные. ЦМВ могут сосуществовать и с тяжелой бактериальной флорой, и с грибковым поражением. Поэтому всегда таких пациентов нужно обследовать обязательно комплексно для исключения всех вариантов поражения легких, особенно если пациент плохо отвечает на терапию. Рентгенологически изменения при ЦМВ достаточно типичны. Это могут быть и симптомы от его стекла, и мелкие узелки, утолщение международных перегородок, привральный выпад. И это часто двусторонние интерстициальные изменения в нижних отделах. Но если пациента не лечить, либо если терапия неэффективна, то процесс, как правило, распространяется снизу вверх. Это такая отличительная черта с этой мегаловирусной инфекцией пневмонии. Ну естественно бывают ситуации, когда пациент пришел с какими-то жалобами, у него взяли кровь на ПЦР с праймером ЦМВ, но пока ждали результата, все само и прошло. А потом приходит положительный тест на ЦМВ. Что тогда делать? Если это бессимптомная виремия, то лечить это нужно только тем пациентам, у которых нет перспектив быстрого восстановления иммунитета. То есть если это пациент например дебютной ВИЧ-инфекции и вы же начали атеритривирусную терапию, тогда все потихонечку само уйдет. А вот если это рецепиент аладенных стволовых клеток крови, то есть аладенного костного мозга, то у них иммунитет восстанавливается достаточно медленно в течение нескольких месяцев. И вот здесь упредительная противовирусная терапия нужна. поэтому на сегодняшний момент в целом за исключением предчайших случаев бессимптомную фермию лечат только больным, у которых была трансплантация и у которых пока еще иммунитет не восстановился и в ближайшее время мы восстановление его не ждем. Итак, мы поговорили о том, что цитомегаловирусной инфекции в первую очередь актуальны. Людей с ВИЧ-инфекцией после трансплантации органов и тканей то, что этот процесс всегда системный, который часто сопровождается и поражением органов мишени. Без поражений этот мононуклеозоподобный синдром и ЦМВ-синдром органы мишени это наиболее часто страдает желудочно-кишечный тракт, легкие и глаза. Теперь поговорим о диагностике с цитомегаловирусной инфекцией. Как вы уже поняли, ЦМВ-инфекция это диагноз клинико-лабораторный. О клинических проявлениях мы уже поговорили. Теперь о том, чем нам может помочь лабораторная служба. Исторически раньше использовали сервологическую диагностику, в частности ИГМ против ЦМВ. Хотя к сегодняшнему дню метод устарел и из-за повседневной практики он вытеснен полимеральной цепной реакции. С ПЦР тут о чем важно сказать. Я уже говорил, что всевозможных ПЦР-тестах ученые придумали примерно 300 тысяч. 300 тысяч. Но стандартизованных из них ну дай бог если несколько десятков то ли 30 то ли 40. Не десятков тысяч, а просто десятков. А все остальное мы зачастую можем получить результат и долго думать как же нам его интерпретировать. Так вот когда появилось эффективное лечение ЦМВ-инфекцией и было нужно разработать метод эффективного мониторинга, то как раз и сделали адекватную и сделали информативный и хороший ПЦР-тест ПЦР-диагностика теперь есть где мы четко можем понимать что мы считаем положительным результатом а что отрицательным сколько копий допустимо иметь а где уже надо лечить. Поэтому оптимально использовать количественную ПЦР. Естественно что у цитомигаловируса есть типичные и гистологические и цитологические и иммуногистохимические признаки. Типичные цитологические изменения это появление крупных клеток с крупным ядром которые еще называют клетки совийный глаз из-за такого своего внешнего сходства. Эти клетки иммуногистохимические экспрессируют маркеры цитомигаловирусной инфекции ПП-65 и ПП-62 на вот этой окраске слева гемотоксилина азин мы видим стрелочками показаны крупные как раз лейкоциты с большими ядрами это пораженные клетки а справа иммуногистохимическая окраска мы поговорили о диагностике о том что количественная ПЦР это самый важный метод из неинвазивной диагностики теперь поговорим о лечении цитомигаловирусной инфекции здесь важно помнить что все противовирусные препараты в настоящее время вирустатические то есть они могут затормозить развитие вирусной инфекции они могут какое-то время убрать вирусные частицы но после прекращения терапии возможный рецидив поэтому самое главное лечение цитомигаловирусной инфекции это восстановление иммунитета и на это должно быть направлены основные силы врача то есть если это например пациент с ВИЧ-инфекцией то надо быстрее начинать антиритровирусную терапию ну а если это пациент после трансплантации то тут как правило доктора стараются всеми силами уменьшить профилактическую иммуносупрессивную терапию чтобы дать возможность своему иммунитету побороть с МВ в лечении цитомигаловирусной инфекцией сейчас в России больше всего чаще всего применяется препарат ганциклавир или его пероральная форма валганциклавир еще раз повторю что это один тот же препарат просто в разных формах препарат мило токсичен то есть он может вызвать нитропению и тромбоцитопению но зато препарат сейчас доступен в Российской Федерации есть конечно и другие лекарства это фоскарнет тоже эффективный препарат у которого преимущественно нефротоксичность это цедофавир элетермавир блинцедофавир марибавир пытались даже сделать муноадаптивную клеточную терапию когда используют т-клетки настроенные на ЦМВ но в любом случае эти препараты пока в Российской Федерации не зарегистрированы в Российской Федерации активно предлагается препарат антицемвэймуноглуболин цитотект и неоцитотект однако были проведены исследования где оказалось что добавление цитотекта к ганцикловиру давало ровно такой же результат лечения как и просто ганцикловир на этом основании была доказана бесполезность этих препаратов в лечении больных с ЦМВ но тем не менее в Российской Федерации их иногда все-таки применяют хотя повторюсь основной препарат это ганцикловир или валганцикловир так подведем итог цитомегаловирусная инфекция встречается преимущественно у людей с иммунодефицитом у здоровых людей это большая редкость и у здоровых людей активной терапии ЦМВ инфекция не требует то есть можно только наблюдать диагностики ЦМВ главные это ПЦР количественное ПЦР поскольку это не инвазивный метод стандартизованный и поэтому информативный морфологические иммунодистохимические методы тоже важные методы диагностики тоже нам могут помочь но опять же главное это ПЦР в лечении ЦМВ главное восстановление иммунитета из лекарственной терапии основной препарат это ганцикловир которые позволят пациенту продержаться до активизации собственных иммунных сил и победы над ЦМВ спасибо за внимание если есть какие-то вопросы про цитомигаловирусную инфекцию обращайтесь я буду рад на них ответить ну а в следующей лекции мы с вами поговорим про инфекцию вирусом Эпштейн-Напар спасибо за внимание